Благослови Благослови ее, Господи, ее дом, ее семью. Спасибо тебе, Господь. И присутствуй среди нас. Иди, Духом Святым. Спасибо. Благодарим тебя. Аминь. Аминь. Спасибо, Ера, за благословение. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь. Мы с вами в восьмой главе. И мы поговорили немножко о первых стихах. Я сейчас напомню, о чем была речь. Мы говорили о том, что на небесах молчание сделалось безмолвие на небе, когда была снята седьмая печать. Это начало главы. Самое начало главы. Когда он с большой буквы Агнец, потому что разговор шел об Агнце. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей. И когда он... Это начинается как продолжение седьмой главы. И когда он, Агнец, снял седьмую печать. Вот сделалось это безмолвие. Мы об этом говорили. И затем мы увидели семь ангелов, которые стоят пред Богом. И вспомните, пожалуйста, вот это место из Исаии. На него очень часто проповедуют. Об этом очень много говорят. Здесь много мудрости. И это влечет место. Когда в одиннадцатой главе разговор идет... Давайте прочитаем. И в третьем стихе написано, и страхом Господнем исполнится. Но другие переводы говорят, след за дух ведения и благочестия, и страх Господень, это тоже как дух. Вот эти семь духа. И мы здесь видим семь ангелов. Там они стояли пред престолом. Бога в откровении написано. Перед Богом. И мы сказали о том, говорили о том, что быть, что значит быть в присутствии царя, в близком окружении царя. Это и особая привилегия, и это готовность исполнить. Потому что тот, кто ближе, тому может последовать какое-то приказание, какая-то рекомендация. И они готовы это все исполнить. Они стоят перед Богом, эти ангелы. И мы об этом тоже с вами разговаривали. И дошли мы с вами до места, когда ангел пришел перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И ему было дано множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых все это возложил на золотой жертвенник. И мы с вами поговорили про жертвенник. Как это было там. И вознесся дым фимиама с молитвами святых. И вот пятый стих. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы и молнии и землетрясения. И вот это наша концовка. То, о чем мы с вами поговорили. Семь ангелов с трубами. И последнее, что прозвучало, вообще трубы. Что неправильно ожидать, что Бог буквально взял и начал трубить. Но в этой картине есть такая символическая правда. Это предупреждение об опасности. Бог всегда посылает предупреждение. Это могут быть фанфары, которые говорят о том, что царь здесь. Это символ того, что Бог, царь вечности, вторгается в историю определенным образом. Наступает какой-то сезон. Этот сезон отмечен громогласно. Громогласно. И это может быть призыв к битве. Господь призывает людей сделать выбор. Встать на нужную сторону в борьбе за истину. В борьбе с ложью. Встать воинами царя. Воинами Иисуса Христа. И мы часто называем себя воинами Иисуса Христа. Это все трубление. И вот теперь шестой стих, который предваряет трубы. Вот эти трубы. Когда ангела начинает трубить. И мы стартуем, наверное, с шестого стиха. И синодальный перевод. Зефа Мулгалеевна, прочитайте нам синодальный перевод. Шестой. И давайте до двенадцатого стиха. С шестого по двенадцатый стих. Пожалуйста. Микрофон надо включить. Слышно? Да, слышно. Слава Богу. Шестой. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил. И сделали град и огонь, смешанные с кровью. И пали на землю. И третья часть деревьев сгорела. И вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил. И как бы большая гора, плавящая огнем, не изверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одешевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил. И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Светильнику и пала на третью часть рек и на источнике вод. Имя этой звезде, полынь. И третья часть, вот, сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил. Поражена была третья часть солнца. И третья часть луны. И третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была. Так, как и ночи. Аминь. Спасибо. И у нас еще есть еврейский новый завет. Из которого мы обычно тоже читаем. Потому что еврейский подход, он интересен. Всегда интересен. И, Люба, у вас есть еврейский новый завет? Сейчас в руках. Вы можете прочесть? С шестого по двенадцатый. Стихи. А семь ангелов с темью шафарами приготовили струги. Первый протрубил шафар. И возникли граты огонь, перемешанные с кровью, и обрушились на землю. И была сожжена треть земли. Треть деревьев сгорела. И все, вся зеленая трава сгорела. Второй ангел протрубил шафар. И как бы огромная пылающая гора была ввергнута в море. Треть моря превратилась в кровь. Погибла треть обитателей моря. И треть кораблей была уничтожена. Третий ангел протрубил шафар. И большая звезда, пылающая как факел, упала с неба на треть рек и на источники вод. Имя звезды была Горечь. И треть воды стала горькой. И много людей погибло от воды, сделавшейся горькой. Спасибо. Смотрите, перед нами картина природных стихий, брошенных против земли, как осуждение. И по каждому трубному звуку бросаются они на разные части земли. И за этим следует разрушение, которое, но не является полным. Потому что это только вступление к концу. Сперва разрушительный звук трубы затрагивает землю. Вот в седьмом стихе мы видим. Потом море. Восьмой, девятой стихе. Реки и источники пресной воды. До одиннадцатого стиха. И еще и небесные тела. В двенадцатом стихе. В двенадцатом стихе у нас, еще раз прочитаю, как звучит. Четвертый ангел вострубил. И поражена была третья часть солнца. Третья часть луны. Третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была. Так как и ночи. Третья часть не была светла. Мы видим это. Разрушение направлено на все части сотворенной Богом Вселенной. И Иоанн, все то, что отписывает, это очень запараллелено с тем, как поражался Египет в исходе казнями египетскими. У Иоанна. Ну, давайте прочитаем. Смотрите, в исходе, в девятой главе, очень похожий стих, в двадцать четвертом стихе. И был град и огонь между градом. Град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. На Египет пал град и огонь между градом. Весьма сильный. И чтобы усилить вот это чувство, Иоанн добавляет кровь, помня картины пророка Иоиля, когда солнце превратится во тьму, луна в кровь. Иоанн это пишет. Давайте Иоиля откроем. Открыла осью и ищу этот стих. Зайти не могу. Вот он, Иоэль. Сейчас минутку. День тьмы и мрака. День облачный и туманный, как утренняя заря, распространяется по горам. Народ многочисленный, сильный. Я это опущу. Десятое. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, звезды потеряют свой свет. Еще один стих прочитаю. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. Это вот как бы аккумуляция вот этих вот вещей. Иоанн собирает и рисует эту картину. В видении Иоанна третья часть моря сделалась кровью. Умирает третья часть тварей, живущих в море. В исходе, когда Моисей поднял свой жезл, ударил по воде речной, вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла. Вот мы видим похожесть этого. Пророк Сафония тоже одне Господним. Он говорит, истреблю людей, истреблю скот, истреблю птиц, небесных рыб морских. Сафония пишет в первой главе об этом. Истреблю. Истреблю. В Ветхом Завете нет параллели к картине горящей подобной светильнику, звезде. Но зато там много параллелей и идей с водой, обращенной в полынь. Полынь. Ну, понятно. Полынь все знают. Надеюсь, знают, что она не ядовитая, но она очень горькая. Горечь полынь. И полынь это вот сюда вот есть смысл нам обратиться во второзаконие. Потому что полынь это плод идолопоклонства. Давайте посмотрим во второзаконии, как это выглядит. двадцать девятая глава, семнадцатый стих. И видели мерзости их и кумиры их деревянные, каменные, серебряные и золотые, которые у них. Да не будет между ними мужчины или женщины или рода или колена, которых сердца уклонились бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Да не будет между ними корня произрастающего, произвращающего яд и полынь. Вот обратите внимание на эти стихи. И тоже, это тоже о Египте, потому что шестнадцатый стих во второзаконии, он говорит, вы знаете, как мы жили в земле египетской, как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли. Вы прошли и видели мерзости их и кумиры их видели. Да не будет между вами такого. Да не будет между вами корня произвращающего яд и полынь. Вот корень идолопоклонства произвращает яд и полынь. И вот здесь разговор идет о горечи. Бог грозит своему народу не только во второзаконии, он во многих местах грозит накормить их полынью, напоить их желчью. Бог ревнует. послушание, непослушание, Божий суд на непослушание. Давайте посмотрим еще Иеремию. Вот это место мы посмотрели, Господь говорит, вы же были в Египте, вы же видели, вы же проходили, да не будет того, что произвращает яд и полынь. Давайте посмотрим теперь Иеремию. Вот несколько стихов я прочитаю. 9 глава, 2 стиха, наверное, возьмем. Давайте 9 глава, 14 начнем. А ходили по упорству сердца своего. Давайте так еще, 13. И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я поставил для них, и не слушали глаза моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего. И во след ваалов, как научили их отцы их, посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водой с желчью. Бог гневается на нечестие, на непослушание. Еще одно место тоже яркое такое, здесь же у Иеремии есть. Постараюсь сейчас его быстро открыть. И 14-15 стихи в 23 главе 14-15 Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как гамора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью, напою их водой с желчью. Ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Очень жестко. Полынь символизирует горечь от Божьего суда за непослушание, за отступничество. Иоанн в свою картину, вот ту, которую мы читали, добавляет еще затмение третьей части небесных светил. И в исходе тоже мы видим такое, что была тьма по всей земле египетской. Я не буду это место открывать, что одной из казней была тьма по всей земле египетской. здесь интересное место еще есть, когда Иоанн говорит о пылающей массе. Давайте вот это место еще посмотрим, оно интересно само по себе. Вот восьмой стих. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем низверглась в море. На что похоже? Похоже на извержение вулкана, я бы сказала, да? Большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Есть такой пример, когда в 79 году, 1979, Везувий, нет, это сейчас подождите, это старые, старые, старые времена, когда уничтожен был Неаполь и залив. Вот кто может посмотреть историческую справку, уточните год, извергался вулкан Везувий и уничтожил почти десятую часть Неаполя, залив. Вот это событие отделяли от написания Иоанна, это вот его времена, его времена, это не недавний случай, отделяли всего несколько лет, это очень яркое было тогда событие. И мы знаем, что и в морях есть вулканические острова и подводные вулканы. И извержение вулканов это такое мощное стихийное бедствие, когда, допустим, извержение вулкана в море, море кипит вообще. Такое было и на острове Патмос, образовался вообще новый остров, извержение вулкана, это тоже такие вот события до Рождества Христова, географы их описывают, я сюда их не, но сейчас напоминает Господь, что в Игейском море образовался новый остров из-за извержения вулкана, недалеко от острова Патмос, и понятно, что Иоанн тоже впечатлен этими вещами, он это тоже использует в своем повествовании. Вот в этом видении, посмотрите, ужасы перед глазами у Иоанна, Бог использует силу природы для того, чтобы предупреждать людей о грядущей окончательной гибели, силу природы. Еще раз смотрите, первый ангел вострубил силы природы, град и огонь, смешанные кровью, пали на землю. Второй ангел вострубил большая гора, пылающая огнем, извержение вулкана, низверглась в море, опять силы природы. Третий ангел вострубил упала с неба большая звезда, кто-то говорит о кометах, кто-то говорит о метеоритах, но тем не менее это тоже силы природы, созданные Господом же. Упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Имя сей звезды полы. Четвертый ангел вострубил солнце, луна, треть звезд. Это тоже силы природы, созданные Господом. Господь являет себя через силы природы. И можно дальше пойти, потому что суд Божий над грехом. Мы говорим, Бог долго терпит, но когда-то наступает момент высвобождения Божьих судов. посмотрите, что дальше у нас по тексту. 13 стих. видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, 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 живущим на земле, от остальных трубных голосов пред ангелом, которые будут трубить. землю ожидают несчастья. Четыре ангела уже протрубили свои трубы. Небольшая пауза и смотрите, что здесь видит человек, который читает вот это все. Видел я услышал ангела летящего посреди неба. Летящего посреди неба. Русский перевод говорит о том, что увидел орла. Иоанн увидел орла. Не ангела, а орла. только в некоторых ранних переводах и считают, что синодальный перевод в этом случае не самый хороший, говорится о том, что это ангел. Хотя на древнегреческом ангел и орел они очень похожи. Это может быть еще и ошибка переписчика. и вот действие орла в этом случае как бы более подходит, поведение ангелов. Вот посмотрите, видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом, горе-горе, живущим на земле и от остальных трубных голосов. Здесь как бы идет разговор о том, что ангел говорит, но дело в том, что в результате современного библейского исследования утверждение о том, что это был орел, а не ангел. И вот здесь смотрите, выражение посреди неба может означать и зенит неба, та часть неба, где солнце находится в состоянии полдня. Драматическая картина вот такого неба пустого, одиноко летящего, там ангел, орел, не будем об этом сейчас спорить, предупреждает о грядущей погибели. И картину, конечно, не нужно понимать буквально, она символично показывает, что Бог использует силу природы. У нас в предыдущих случаях была сила природы, и тут бы полетел орел, оно логичнее. сам перевод говорит о том, что это не точная подача, что здесь ангел, но летящий посреди неба орел, пустое небо, одинокий орел, и предупреждение о грядущей гибели. Утверждение о том, что это более правильный перевод. Кто хочет поинтересоваться этими вещами, ну поинтересуйтесь, посмотрите. может быть это и так. И вот вся эта восьмая глава, вся восьмая глава, она отрублений, ангельском трублении. Девятая глава тоже будет отрублений. но вот здесь, вот здесь есть смысл еще раз посмотреть на начало. Мы в предыдущих главах видели, что снимаются печати. И вот здесь вот все, что происходит, это после снятия седьмой печати. Безмолвие на небе, безмолвие на небе. Семь ангелов стоят перед Богом с трубами. Еще один ангел приходит, встает перед жертвенником, держит кадильницу. И мы знаем, что вот эта кадильница, ему уже дано было множество фемиамов, чтобы вот эти молитвы всех святых, а мы видели, что святые одеты в белой одежды, они пришли от великой скорби, чтобы все это легло на золотой жертвенник, который перед престолом. Возмущение в молитвах, просьба о заступничестве, призыв к Богу, конечно же, он звучал. И вот этот вот дым фемиама с молитвами святых из рук ангелов перед Богом, они достигли, достигли своей цели. Когда ангел взял кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника, начинает повергать на землю. Вот здесь уже Бог начинает действовать. И все силы природы, они сейчас используются Богом, чтобы наказать нечестие, отступничество, чтобы наказать непослушание, чтобы люди осознали владычество Господа над всем сотворенным. Все запускается в действие. И град, и огонь, и кровь, и палающая огнем гора, и мы видим, что светило начинает меркнуть. Бог, при всем том, что он Бог порядка создает на взгляд человека на земле вот этот вот хаос, ужас, поражение. Когда возгорается страх Господень, мы с вами читали из Исайя, когда этот страх Господень возгорается, что это такое страх Господень? А из притч мы читали, что страх Господень это ненавидит зло, Бог зло ненавидит и гнев его возгорается. При всем том, что он любит человека, он долго терпит, он всячески к человечеству посылает различного рода призывы, свидетельства, чудеса, знамения, отправляет святых своих, отправляет ангелов, чтобы Дух Святой, который трудится над их сердцами, вновь и вновь, постучавшись, он имел отклик, чтобы собрать всех тех, кто может преклонить колени своего сердца перед Богом, чтобы печать того ангела, который ходил и говорил, не делайте вреда, не делайте вреда, я сейчас буду ставить печати на челах. И вот все эти печати уже поставлены и Господь гнивается и использует что? Использует то, что Он сотворил, демонстрируя, что все во власти Бога. Нет ничего, чтобы не было в Его власти. И нужно нам дальше по тексту посмотреть, пройти все эти семь труб. Давайте мы позволим себе чуть-чуть двинуться вперед, потому что общий посыл восьмой главы он таков. Молитвы услышаны, фимиан с молитвами святых из рук ангелов перед Богом и вот она реакция Бога на эти молитвы. Давайте девятую главу посмотрим. Пятый ангел вострубил и я увидел звезду, падшую с неба на землю и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны и вишел дым из кладезя, как дым из большой печи и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. давайте давайте вот здесь остановимся и немножко здесь поговорим. Как будто бы картина ужаса усиливается все больше и больше бедствия, поражения земли. Теперь уже не природы, уже демонический характер здесь виден. Открывается бездна на мир, насылаются прямо такие сверхчеловеческие ужасы и бедствия. И мы говорили, что в последнее время, но не на этой площадке, мы говорили, что усиливается противостояние против Бога и выбрасываются последние самые сильные резервные войска демонического мира. открывается бездна. Представления иудеев, звезды, были божественными. Они не могли стать бесовскими или порочными. Но здесь, смотрите, вострубил и увидел звезду, падшую с неба на землю и дан ей был ключ от кладезя бездны. В откровении мы с вами довольно часто встречаем бездонную бездну. Бездна это место, где временно отбывают наказание. Очень много сюда, в эту сторону говорится. Вот давайте посмотрим. Вот это место мы прочитали. Отворил кладезь бездны, вышел дым из кладези, как дым из большой печи, помрачилось солнце, воздух, а дыма из кладези. Давайте другие места посмотрим аналогичного плана. царем над собою она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполеон, губитель. Вот это вот картина представления иудеев, что звезды, звезды это божественные существа. И вот из-за своего неповиновения стали бесовскими и порочными. Здесь речь идет о звезде. Царем над собой они имели ангела бездны, а начало вострубил и увидел звезду, пылающую с неба на землю и дан ей был ключ от кладезя бездны. Одиннадцатая глава. Давайте посмотрим. И когда кончат они свидетельство свое зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. Еще одно место я открою. И увидел я ангела сходящего с неба, это двадцатая глава, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Вот здесь вот он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет. И вот это представление иудеев, я думаю, есть смысл развенчать, потому что у Иисуса есть ключи от всего. Он заходил в места преисподней. И вот первый стих девятый стихи пятый ангел вострубил и я увидел звезду падшую с неба на землю и дан был ей ключ от кладезя бездны. Бездну открывает бездну открывает и вопрос кто? здесь начинаются вот эти новые скажем так места пребывания. Бездна это что-то реальное, да? Гиена это что-то реальное, бездонная бездна. место наказания. Для завершения вот этой вот картины надо сказать что гиена которая в откровении не упоминается это тоже место наказания порочного порочных людей, да? Идея бездны она раскрывается перед нами и она претерпевает некое изменение и иудея в том числе потому что мы с вами смотрим еще еврейский контекст в самом начале это было место где были заперты воды и тьма над бездной помните это место давайте посмотрим вот это вот место бездна вот сейчас мы тоже тут видим бездну давайте бытие откроем земля земля была безвидна и пуста и тьма над бездной и дух божий носился над водой и здесь мы видим дан был ей ключ от кладезя бездны первый стих и самое начало бытие мы тоже видим что там бездна разговор идет о бездне по первоначальной идее бездна была местом где бог запер под землей потоки вод ну своего рода огромное подземное море где были заперты воды которые должны были уступить место суши следующим шагом было представление о бездне как о месте пребывания врагов бога хотя и там они не были вне досягаемости божьей силы и власти давайте вот вот сюда вот в эту сторону немножко пойдем амоса потому что про бездну нам немножечко все-таки есть смысл поговорить амос давайте прочитаем амос или амос кто-нибудь не скажет когда-нибудь как правильно и и видела господа стоящего над жертвенником и он сказал ударь в притолоку над воротами чтобы потряслись косяки и обрушив на голову всех их остальных же из них я поражу мечом не убежит у них никто бегущий и не спасется из них никто желающий спастись хотя бы они зарылись преисподнюю и оттуда рука моя возьмем их хотя бы взошли на небо и оттуда сверху их хотя бы они скрылись на вершину кормила и там вот еще вот здесь вот преисподняя преисподняя места преисподней это тоже про бездну давайте еще одно место посмотрим восстань восстань облекись в крепость мышца господня это 51 глава исая восстань как в дни древние как в роды давние не ты ли сразила тараава поразила крокодила не ты ли иссушила море воды великой бездны превратила в глубины моря в дорогу чтобы прошли искупленные 10 стих очень сильный тут можно остаться и долго разговаривать но мы смотрим саму бездну где она указывается господом и для чего в писании не ты ли иссушила море воды великой бездны превратила глубины моря в дорогу чтобы прошли искупленные это исайя но еще можно посмотреть в псалмах тоже кстати об этом говорится сейчас я открою 73 псалм 73 11 стих вот здесь вот смотрите как интересно написано для чего отклоняешь руку твою и десницу твою из среды недра твоего поразил их вот это недра его это бездна его то что не имеет меры вообще мера бездна божья это очень тоже сильный образ решил его привести вам было представление вот еще знаете исай наверное еще одно место откроем было представление о бездне как о глубокой такой расщелине расселине в земле сейчас мы эту идею посмотрим как она выражалась у исаи тоже вот здесь вот смотрите 24 глава и 21 22 стихи прочитаем и будет тот день посетит господь воинство высприняя на высоте и царей земных на земле и будут собраны вместе как узники в ров и будут заключены в темницу и после многих дней будут наказаны так вот это вот вот этот вот ров в других переводах это бездна тоже расселена в земле непослушное воинство небесное цари земные будут собраны вместе как узники в ров вот в такого рода картина происходит вот такое вот мы видим сейчас в 9 главе и на этом мы пожалуй совершим но что мы увидели здесь следующая печать усиливается ужас усиливается все больше и больше бедствия усиливаются поражают земли уже неприродные уже демонического характера происходит поражение открывается бездна и на мир насылается прямо-таки сверхчеловеческие бедствия ужасы вот это мы видим уже при пятом пятом трублении и вот сюда рассуждая об откровении для людей святых для людей божьих а мы-то в Иисусе а мы-то уже умерли и нам вот это все не страшно потому что мы в нем мы умерли для себя и воскресли в тело Иисуса Христа в единое тело Иисуса Христа мы в нем вот место нашего пребывания и здесь говорится что Агнец посреди престола спасет и разные разные состояния людей спасенных кто-то просто спасел спасся у кого-то есть венцы у кого-то есть награды у кого-то есть какие-то мантии поэтому воздаяние разное но есть понимание и откровение что мы умерли со Христом и воскресли как новое творение в тело Христа он наша глава поэтому читая книгу откровения мы понимаем что Аллилуйя Господь нашел нас он не прошел мимо нашей судьбы и все это сейчас читая придет на землю придет на нечестие и по нашим молитвам в том числе доколе Господь будешь терпеть нечестие и вот они ангелы соработники скодильницы наполняют огнем жертвенника и повергают на землю грех будет повержен недолго греху быть на земле Бог над всем и он имеет страх Божий он ненавидит зло он ненавидит грех Аллилуйя давайте на этом мы завершим мы взяли с вами еще два стиха 9 главы у нас есть правда немножко времени 8 минут есть смысл немножко с вами пообщаться скажите кто что хочет сказать в этой связи какие впечатления пришли к вам в плане разбора 8 главы смелее времени немного чтобы на время не терять да Ира пожалуйста Ирина Впечатления которые в страх и думаю насколько же человек должен раздражить Бога чтобы получить такое наказание и думаю как же как же нам в это узная вот эти события которые как нам человеком можно можно сказать как бы так задержать или больших людей собрать чтобы чтобы не попали на это страшное время да очень хочется это сердце Бога Ира я понимаю о чем вы говорите как людям донести что так будет не всегда что Бог это не тот кто на все закрывает глаза единственный грех который он вменяет человечеству единственный то что не верили в сына что у каждого есть возможность быть телом Иисуса Христа войти в него как крепкую башню что у каждого есть возможность познать Бога именовать вот это вот все как это донести да Господь даруй нам мудрости я понимаю о чем вы говорите я вас не перебила нет нет я как бы закончила единственное что я обратила внимание в девятой главе там где говорится что пятый ангел вострубил и я увидел звезду она отворила кладезь бездны она звезда она как живая а вот знаете вот что интересно вот ад вот посмотрите ад это состояние люди говорят я живу как в аду состояние ад это конкретное место и ад это личность точно так же смерть это и состояние смерти это и личность конкретная все все то что мы говорим про ад смерть это место и личность и состояние ад это место и личность и состояние и звезды получается вот зная о том что это не статично это может быть и состояние и место и личность и личность отсюда и звезда которая открыла личность кровь Иисуса Христа это тоже личность это не что-то через восприятие человеческого взгляда для нас кровь мы знаем что такое кровь мы знаем когда наливаем сок что это что-то текучее это жидкость какая-то но кровь Иисуса это не жидкость хотя мы ее пьем как жидкость вкушаем но это личность тело это личность он слово и это тоже личность поэтому вот это вот премудрость которая начинается со страха Господнего а страх Господень это момент показать что Бог ненавидит и я знаю одного приводился такой пример этого этого много немножко задержу вас с примером когда человек во сне он увидел что педофил насилует его дочь и он в негодовании и в страхе и в возмущении и в ненависти проснулся и Господь говорит не волнуйся с твоей дочерью все в порядке но вот это все я ненавижу вот то что ты пережил вот это все я ненавижу глаза гордые уста лживые ноги быстро бегущие которые ссорят к раздору те кто ссорит братьев тот кто вот эти вот вещи делает Бог не смотрит на это через глаза любви он ненавидит это и донести до людей что на неверие людей в жертву Иисуса Христа на нечестие людей изливается гнев что не верили в сына потому что проповедана благая весть проповедана каждой твари до тех пор пока каждый человек не услышал о Господе что не может впоследствии сказать да я не знал мне никто не сказал все знали всем сказали не захотели принять и на это изливается это основной это дух святой обличит о грехе о грехе что не верили это человеческий взгляд пить курить и материться а Божий взгляд не поверили не поверили в сына Божьего который взял на себя грехи всего человечества вот это донести дай Бог нам мудрости а вот начало мудрости научить нас доносить то что Бог он не понижает планку он не закрывает глаза он не в розовых очках он любит человека но он предоставляет ему выбор и в рамках этого выбора есть и вечность и спасение и любовь и покров и воздаяния но все через жертву Иисуса Христа Аллилуйя хорошо дорогие мы завершаем завершаем мы молодцы мы прошли сегодня можно я в конце хотела сказать что Иисус же это дух жизни как бы человек который не избирает Иисуса он не избирает жизни и получается что Господь им предоставляет то что они выбрали так получается выбирают смерть вот вам смерть пожалуйста да что выбрали помилуй да помилуй Помолитесь, Ирина, за них. Помолитесь, есть желание, помолитесь. Есть. Господи, благодарим Тебя. Благодарим, что Ты открываешь. Открываешь себя разного. Прежде всего, любящего. Прежде всего, спасающего. Прежде всего, милующего. Когда человек искренне приходит и ищет Тебя. Когда человек хочет познавать жизнь Божию. Так, как Ты любишь. Так, как Ты насадил. Ты, Господин Всего, спасибо. Ты все чудно сделал. И, к сожалению, у нас еще так много людей вокруг нас. И даже наши близкие, которые еще не приняли Тебя. Которые не познали Тебя. Боже, помоги. Помоги нас, используй. Или иные какие средства. Чтобы множество народа еще спаслось. Чтобы они приняли жизнь. Жизнь, а не смерть. Потому что, когда человек отказывается от Бога, он говорит, что вы избрали сами смерть. Я отхожу. Да не будет так с нашими, с близкими. Вообще с кораблем нашей жизни. Господи, каждый, каждый пусть встрепенется, увидит. В какое время мы вошли. Серьезнейшее время. Но всегда есть надежда с Тобой. Всегда есть выход. Господь, благодарим Тебя за это. Пусть сила Божия наполнит нас, чтобы мы были горящими светильниками. И светом влекомые шли все к Тебе. Господи, спасибо. Благодарим Тебя. Аминь. Аминь, Ирина. Аминь. Но вы знаете, вот наши времена, они не самые жесткие. Вспомните вот это время. Были нефалимы, были великаны, которые ели людей. Писание так пишет. И не было полиции, не было судов, никому было заступиться. И можно увидеть такого человека, который хрустит человеком. Огромного. Огромного. Были такие времена. Но в это время Енох ходил с Богом. Енох ходил с Богом в это время. Поэтому и наше время, оно не хуже тех времен. Наше время славы Божьей, излияния славы Божьей, могущественного явления Его чудес и знамений, полноты Божьей силы. Когда церковь входит в активацию всех даров Святого Духа. Когда невеста, она понимает, что ждать плод от человека невозможно. Она мужа еще не познала. Как можно сказать женщине, рождай плоды требовать от нее, если она мужа не знала. Поэтому познание Господа, оно приведет нас к тому, к тому, что уйдет этот страх. И придет понимание, насколько мы едины с Богом. Насколько мы в нем, а он в нас. Насколько у нас безопасное состояние. И когда Господь говорит, ничто вам не повредит. Идите наступайте на силу вражия. Ничто вам не повредит. Но это не тема нашего эфира. Мы сегодня разобрали восьмую главу Откровения. Приступили к девятой. И на этом, дорогие, мы завершаем. Я просто хочу сказать, это время, оно прекрасно вообще. И удивительно, что многие еще, не все услышали Евангелие. Не все услышали. Вот что интересно. И у нас Господь от нас ожидает, ожидает, чтобы мы вот это Евангелие несли, несли. И это воля Божия, блага и угодная, совершенная сейчас для нас, чтобы мы поработали хорошо. Не все услышали. Хорошо, драгоценные. Мира вам. Тесных взаимоотношений с Господом. И шалом, шалом, шалом. Шалом, благодарю. Благословение. Благословение всем всем.